Говоря о позитивных итогах 2015 года, губернатор одной из первых тем своего послания сделал модернизацию транспортной инфраструктуры региона. Введен в эксплуатацию новый аэропорт Курумыч, один из лучших в России. Отремонтирован и построен с нуля 181 километр дорог. Приведены в порядок более 320 внутриквартальных проездов. В результате доля дорог в регионе соответствующих нормам увеличилась до 40%. В следующем году на строительство новых магистралей только в Самаре направят рекордную сумму – 8,5 миллиардов рублей. Этого 20 раз больше, чем 4 года назад. Мы будем и дальше уже заточать требования по качеству. И полноценные работы всего, всего подчеркиваю, дорожного покрытия только за счет бывших подрядчиков. За предстоящие два года в Самаре необходимо отремонтировать порядка 60 автодорог. Продолжить ремонт магистралей Волжского, Красноглинского шоссе, улицы Демократической. В наступающем году надо начать работу с двухкратным расширением части полотна по заводскому шоссе. Особенно отметил губернатор в послании предприятия аэрокосмического комплекса. Они справились с задачами, стоящими перед ними в связи со строительством космодрома «Восточный». Прогресс удачно завершил программу запусков. Сегодня он имеет самую многочисленную за всю свою историю орбитальную группировку спутников. Такого количества космических аппаратов не было и при СССР. А ведь 10-15 лет назад их число было критически мало, говорит губернатор. И важнейший для страны заказ выполняет ОАО «Кузнецов». Моторостроители значительно увеличивает выпуск продукции. Да и в целом все предприятия оборонно-промышленного комплекса повысили в этом году объемы производства на 18%. Такого тоже понятно ранее последние 25 лет. Руководителю области выделил и завод «Авиакор», который выполняет крупный заказ по ремонту стратегических бомбардировщиков. Мощный рывок в развитии совершили «Тяжмаш», «Металлист Самара», «Салют», «Авиагрегат» и другие предприятия. В своем послании губернатор обратил внимание и на систему ЖКХ, в частности на работу управляющих компаний. В ближайшее время несколько фирм лишат лицензий. Глава региона заметил, что есть случаи, когда вместо недобросовестной организации появляется другая, с похожим названием, составом учредителей и принципами работы. Правоохранительные органы должны взять ситуацию на контроль. Людей, запятнавших себя, нельзя на пушечный выстрел подпускать к управлению ЖКХ, заявил губернатор. Только треть управляющих компаний в Самаре перешли на прозрачные транзитные счета, расчеты точнее с поставщиками ресурсов. Остальные, как раньше, собирают деньги в общий котел, так и сегодня. Олег Борисович, мы эту тему с вами обсуждали, вы взяли на себя, мы на вас очень сильно рассчитываем. И я думаю, этот вопрос в этом году, не в этом даже году, к лету, к новому отопительному сезону, мы должны в полном объеме решить. Коснулся губернатора темы строительства. По объему, введенному в эксплуатацию жилья, область впервые преодолела показатели в 2 миллиона квадратных метров. Такого в регионе никогда не было, даже в годы создания автограда. В ходе послания Николай Меркушкин коснулся темы предстоящих в сентябре следующего года выборов в Государственную и Губернскую Думы. Мы должны добиться существенно значимого увеличения политического веса Самарской области. Я хотел бы, чтобы это услышали все. Тут есть разные люди, с разными намерениями, с разными планами. Нам, конечно, здесь нужен консенсус. Мы должны подтвердить недавно заработанный статус политического опорного края России. А для этого нужна единство, наша сплоченность вокруг тех целей и ценностей, которые отстаивает наш президент Иванович Путин. Необходимо активное и сознательное участие граждан в процессе выдвижения кандидатов и максимальная явка на избирательный участок. Лариса Шалафаст, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.